Физкультурный комплекс «Мандарин» заметен издалека благодаря цитрусовому цвету фасада. Но если необходимо, его расположение подскажет, пожалуй, любой житель района. Ведь открытие комплекса стало здесь долгожданным событием. 7 ноября на входе образовалась нешуточная очередь. Сегодня ажиотаж не такой сильный, но каждый день «Мандарин» принимает до 500 посетителей. Начинка комплекса весьма разнообразна и порадует даже самого требовательного клиента. Один из них — Кирилл Шимко. Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса высоко оценил оснащение самого большого по площади тренажерного зала в столице. Говорит, это лучшее место не только для занятий спортом. Кстати говоря, очень хорошее место для знакомств ребят и девушек. Это очень замечательно. Встречаться не на дискотеках, упивая какой-то алкоголь где-то, куря сигареты, а ознакомившись тут — это здорово. Спустя пару минут белорусский силач демонстрирует президенту свои фирменные приемы. Без труда рвет сразу две колоды карт, а гвоздь превращает в стальное сердце. Получилось такое сердце. Я люблю белорусский, как говорится. Вот приготовили сундучок, но я согнул еще гвозди, более эстетичные, собственно говоря. Вот они. Ну это такие. Да, и эти. Да. Это в музее мы оставим. Вот в акценте зависимости будут свои фотографии. Спасибо, очень приятно. Александр Лукашенко познакомился с минчанкой Александры Бурыкиной, которая, несмотря на кажущуюся миниатюрность, стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу, установив в Мадриде два рекорда. Достижение отметил даже знаменитый Арнольд Шварценеггер, который лично поздравил белорусскую с победой. В обмен на рукопожатие Саша вручила железному Арне майку с изображением президента. Легендарный терминатор отметил, что знает Александр Лукашенко, как сильного политика, и вообще белорусы очень сильные люди. Можно вам подарить сделать майку, которую вы спала и подарил ее Арнольд Шварценеггерам? Боже, это я, что ли? Это вся Европа видела. Первый раз вижу майку со своим фейсом. Не секрет, Александр Лукашенко любит спорта, потому с удовольствием посетил, пожалуй, все залы фабрики здоровья. Так емко президент обозначил суть комплекса. Вот помещение для кроссфита, то есть тренировка различных групп мышц с высокой интенсивностью. Три, два, один. Аккуратно убираем скорость. Отдыхаем, увеличиваем сопротивление. Молодцы. Если бы у нас велосипедисты так тренировались, межсезонные, они бы постоянно чемпионами мира были. Также для мужчин залы бокса и единоборств. А женщины могут заняться фитнесом и пилатесом. Прямо в тренажерном зале президент дает поручение. Подобные спорткомплексы будут строиться впредь, а значит, необходимо производить собственные тренажеры. Мы очень много будем строить таких залов. Они пользуются спросом. Вот распиши, пусть приходят, копируют, что угодно делают. И пусть начинают штамповать дом. Знаешь где, вот тебе два станка, вот тебе два тренажера, вот тебе три тренажера. Распиши, если нужно, чтобы я подключился, подключим. Потому что это самое дорогое будет у нас оснащение. Мы импорт покупать не должны. Мы это можем сделать сами. Тем более это будет массово. Это не штучный товар. После тренировки интенсивный или не очень следует подкрепиться коктейлем. В основе этого напитка яблочный сок, мята, шиповник, клубничный сироп и глюкоза. Среди прочего, такой микс поможет быстро восстановить силы. Это очень калорийно. Да. Но как раз для того, чтобы закрыть углеводное окно после тренировки. Мандарин предлагает не только совершенствование тела. Здесь же широкий комплекс парикмахерских и косметических услуг. Самая модная прическа. Ход на конкурс, да? Как вызов? Андрей. Андрюха. Ты смотри, а? Вот и мне так подпишись. Подражала. Ну, шорца нашли. Значит, Андрея подстрелится к мэру. Ну, все, сегодня по телевизору вся вдруг она тебя увидит, но выключилась. Ну, делали денис, наверное, поэтому она тебя увидит. Аквазон, очевидно, самое популярное место комплекса. За два часа пребывания попросят 180 тысяч. Но зато к услугам посетителей несколько бассейнов, четыре разные бани. От русской до средиземноморской. Джакузи, ледяная купель. Атмосферу тропической расслабленности дополняют лагуны с золотыми рыбками и мини-сад с экзотическими птицами. Там золотые рыбки и тоже попугай. То есть, что это дает? Когда люди отдыхают во время плавания, там, где можно полежать на шизлонгах, а где-то какой-то звук воды, где-то птица крикнула. То есть, можно порелаксировать и получить все расслабления. Для жителей Заводского района ценность этого объекта очевидна. Они получают в распоряжении современный комплекс, куда можно прийти, отдохнуть, позаниматься, а главное, приобщиться к здоровому образу жизни. Для города же это позитивный опыт создания комфортной среды в различных районах столицы. Отсюда и главная задача — разработать типовой проект. Столичный мэр приводит такие данные. В Минске, помимо Мандарина, еще девять крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. Некоторые, как трактор, обновлены, другие построены с нуля, как аквапарк Лебяжий или центр фристайла. Но столице необходимо больше, ведь спрос на занятия спортом у минчан значительно вырос. Если три года назад физкультурой регулярно занимался лишь каждый двадцатый, то сегодня уже каждый четвертый. И полная загрузка бассейнов статистику подтверждает. При всех прямых линиях, при обращениях, люди, жители Минска, жалуются на отсутствие плавательных бассейнов. И мы видим, это основная задача, которую необходимо решать. И мы считаем, в первом приближении мы видим, что необходимо построить 13 простых бассейнов, где будет чаша для обучения плавания для взрослых и чаша для обучения плавания для детей. Простые, тридцатые. Одну площадку мы уже выбрали в московском районе, который уже мы готовы к строительству. И 12 перспективных. Люди должны четко понимать, что мы можем сделать все, что они хотят, но за это нужно будет заплатить, за услугу. Бесплатно, за счет бюджета, у нас достаточно государственной формы, собственности, у нас этих объектов предостаточно. Нам они не нужны. Поэтому надо понимать, что такие вот дворцы, которые вы строите, это отдельный разговор, они немало стоят. И услуга здесь будет стоить определенные деньги. Второе. Мы, конечно, еще придерживаемся этих советских принципов, советских норм в создании подобных центров. Да, республиканского уровня, местного уровня, там, где мы готовим профессиональных спортсменов, где на солидном уровне их надо готовить, они, наверное, должны быть такие дворцы. У нас их хватает. Больше такой дороговизны быть не должно. Нам нужны обычные, абсолютно дешевые, если это плавательный бассейн, это чаша. Не надо упрощаться. Половина 50 метров, половина 25 метров. Все равно, 50 метров это два бассейна считать. Поэтому и такие, и такие должны быть. Но, кроме чаши, там должно быть все на нужном уровне. По ширине смотрите сами. Но все, что сверху, это должно быть настолько функционально и просто, абсолютно дешево. Ну, я даже затрудняюсь это сказать. Поэтому вы должны мне в ближайшее время подготовить такой проект бассейна, еще какого-то комплекса, абсолютно дешевого. Если кто-то хочет вложить деньги, частник, иностранное предприятие, будем только приветствовать. Нет, значит, будем делать сами, но на полной окупаемости. Третье. У нас очень много помещений, которые можно приспособить. Почему там спортивные не можем создавать комплексы? Что касается бассейна, с одной стороны бассейн, с одной стороны группа раздевалок, с другой стороны фитнес-центр. Кто-то пришел, покачался, подкачался, поплавал. Это самое лучшее для здоровья людей. Потаскал грузы какие-то и пошел поплавом. Обмылся в душ, пошел домой. То есть вот надо сделать такие простые сооружения. Это фабрика здоровья. Чем больше здесь будет людей, тем меньше их будет в больницах и аптеках. И нам это будет дешевле. Государство будет дешевле. Также Александр Лукашенко поручил изучить ситуацию на других спортивных объектах столицы. Тот же Минский велотрек, в отличие от бассейнов, часто пустует. Меня поражает. Там одна десятая процента загружен велотрек. Все остальное свободно. Пустота. Зачем мы построили? Или у нас что? Нет желающих велосипед крутить? Я не говорю даже любителей. Спортсмены. Там все время должны копошиться люди. Этого нет. И потом я поручил построить возле Лебяжьево спортивный комплекс. У нас же НХЛовцы. Протом не за бюджет. НХЛовцы. Это ночная хоккейная лига. Она уже больше, наверное, под 10 лет существует. Им не хватает этого льда. Ну вы же не бедные. Возьмите, постройте. Дайте место. Вот вам самое удобное место. Тереблю два года уже не могут начать строительство. Не можете приступить. Хороший проект. Надо ему жилье построить, устроить для того, чтобы компенсировать затраты. Поэтому надо оперативнее, без всякого бюрократизма. Принятое решение. Отдайте людям возможность это строить, чтобы никто не мешал. Тем более денег же они просят. Красота, здоровье, спорт вошли в моду и в регионах. К примеру, физкультурно-оздоровительный центр в Быхове стал настоящим магнитом для горожан. Его открыли два года назад после реконструкции. До этого 15 лет объект был на замке. Теперь здесь учатся плавать дети со всего района. 12-летний Егор не пропускает ни одной тренировки. И со спортом связывает планы на будущее. Готовимся к соревнованиям в Могилеве в конце ноября. Хочу занять призовое место. Родители и даже бабушки и дедушки юных пловцов тоже объединились в спортивные команды. Нас в поликлинике не встретишь, заверяют подруги-пенсионерки. Зато в бассейне узнают все тренеры. Три раза в неделю получается. Ходим строго. Вот когда у нас получилось, ощущение замечательное. Когда у нас перерыв был, мы почувствовали. Да, заряд. И бодрости, и общение, и здоровье. А уже к Новому году быховчан ждет очередной подарок. Откроется просторный спортзал, где можно будет играть в мини-футбол, волейбол, заниматься борьбой и аэробикой. Безусловно, ждут люди. И сказать, что такой объект нужен райцентру, так как это является основной базой для проведения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. Впрочем, заниматься здоровьем можно не только под крышей и не только за деньги. Столичная мэрия нацелена развивать стрит-воркаут. На брусьях и перекладинах вполне можно подкачать пресс и другие мышцы. К тому же в городе станет больше велодорожек и антивандальных тренажерных комплексов под открытым небом. Общая цель – создать спортивную сеть шаговой доступности. Александр Злобин, Елена Кукшинская, ОНТ.